Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю описывать подробно все сорта томатов, которые есть у меня в каталоге. Для тех, кому этот ролик встретился первым, предыдущие вы не видели. Я напомню, что ранние и скороспелые сорта, сорта для открытого грунта, были с 1 по 30 номер. Они у меня в начале каталога. Дальше мы перешли на крупноплодные, на те, которые выращивать нужно в теплице или в открытом грунте. Я читаю то, что пишет производитель, вот эти вот описания на пачке. И добавляю от себя свое мнение, потому что все эти сорта я уже выращивала, я их изучила, знаю как свои 5 пальцев. Вот номер 60 медовый мы в предыдущем ролике рассмотрели. 61 розовый гигант. Вот этот томат написано, что именно для теплиц. Тепличный, среднеспелый сорт, салатного назначения для защищенного грунта. Растение сильнорослое, индетерминантное, высотой 1,5 метра 80. Оно дорастает до потолка в теплице, 2 метра всегда бывает. Требуется посынкование и подвязка, плоды плоскоокруглые, розовые, массой 200-350 грамм и более, плотные, мясистые, сахаристые, вкусовые качества отличные. Ценность сорта устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, крупноплодность, высокие вкусовые качества. Рекомендуется употреблять в свежем виде. Но вот эти все сорта, которые тепличные, они почти все одинаковые. И про каждый из сортов я говорю, что обязательно посынкование, обязательно подвязка, потому что они все крупноплодные. Вот это обыкновенный розовый, такой плоскоокруглый сорт, тоже, как я говорю, классическая форма. Никакой-то он там не вытянутый, не перцевидный. 200-350 грамм, он такие стандартные, большие, хорошие, мясистые томаты. Идеальный для салатов, но можно и ломтиками его консервировать, можно делать любые томатозаготовки. 62-м медовый король. Такой же сорт, только желтый. Среднеспелый любительский сорт для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Растение индетерминатное, требует подвязки, посынкования, плоды оранжево-желтой окраски, плоскоокруглые и крупные, массой 300-450 граммов. Мясистый и сочный, обладает незабываемым вкусом и ароматом. Великолепны в свежем виде. Все это то же самое, обязательно подвязывать, обязательно посынковать. Растение двухметровое вырастает до самого потолка. Крупные, мясистые, сахаристые. Еще хочу сказать, что все желтые, я уже всегда говорю, они особо сладкие. Очень вкусные. Я вот такие томаты консервирую дольками, делаю деликатесные, именно не соленые, а больше сладкие, когда томаты очень-очень вкусные. Медовый король это вообще вкуснятина. 63, абаканский розовый. Тоже вот этот сорт рекомендуется, идеально ведет себя в теплицах, именно для теплиц. Кстати, медовый король, забыла сказать, что в открытом грунте я его тоже выращиваю, но в открытом грунте растет и вызревает. Так же как абаканский розовый, в том году у меня поспел на улице, прекрасно себя вел. Нынче есть в теплице, я его вам покажу. Средне-поздний крупноплодный сорт, растение индетерминантное, с продолжительным периодом плодоношения, идеально подходит для выращивания в теплицах. Вот у кого только теплица, есть некоторые выращивают в холодных регионах, только в теплицах. Вот абаканский розовый идеальный, такой вот сердцевидный, розовый, вытянутый плод, очень вкусный, напоминает бычье сердце. Растение очень высокое, в теплице около 2 метров, в открытом грунте 1,5 метра требует посынкования подвязки. Сорт относится к салатному, плоды 500 грамм, при хороших условиях выращивают до 800 грамм. Розовый, форма плодов сердцевидная, напоминает бычье сердце, но иногда встречаются и плоско округлые томаты на одном кусте с сердцевидными. Вот я это говорила в видеоролике, когда собираю семена. Если будете собирать семена, обязательно выбирайте те, которые именно подходят характеристикам. Если у вас есть на одном кусте плоско округлый и сердцевидный, берите сердцевидный, потому что именно эта форма соответствует описанию сортового, вот это сортовое качество абаканского розового. Если плоско округлые возьмете, то у вас сердцевидность может исчезть с поколениями. 64, нужный размер, среднеспелый сорт, срок созревания 110-115 дней, растения индетерминантные, мощные, плоды плоско округлые, красно-розовые окраски, очень крупные, масса 500-700 грамм, может вырасти до 1,7 кг. Томаты мясистые, с очень вкусной мякотью, но сахаристые. Тут даже можно не читать, что они мясистые и сахаристые. Если уже пошли размеры 500, кило, кило 700, ясно, что они мясистые, ясно, что они сахаристые. А сладость, ну как процент сахара, все-таки зависит от погодных условий. И я всегда говорю, что в разных регионах вкус томатов одних и тех же получается разный. Где побольше солнышка, где такое благоприятное, конечно, более сладкие томаты. А если все лето идет дождь, если пасмурно, конечно, он будет немножко с кислинкой. Даже крупные томаты бывают и водянистые, и кислые, когда растут в открытом грунте, когда льют дожди, когда нет солнца. Так что томаты здесь не виноваты, здесь у нас сильно корректируют вкусовые качества наши погодные условия. 65. Перцевидный. Чрезвычайно урожайный, среднеспелый сорт, растение высотой 2 метра. Первая кисть формируется на 9 листом, последующие через 3 листа в кисти. 5-7 плодов перцевидной формы, красного цвета, масса 90-150. С одного растения при правильном уходе можно получить до 30 плодов с растения. Вкусовые качества отличные. Используется для употребления в свежем виде соленья и консервации. Конечно, перцевидный этот сорт, он уже как помельче идет, но его прекрасно в баночках, очень красивый, очень декоративный. Вот эти вот, как большие такие пальчики томатов висят, но высокий 2 метра. И даже, несмотря на то, что у него вот плод небольшой, мелкий можно так сказать, обязательно его тоже надо подвязывать, посынковать, потому что он очень большой 2 метра, ясно, что без подвязки он завалится, упадет. Все это 66, госпожа удача. Вот дошли до того сорта, который в этом году у меня поспел в первую очередь. Прекрасный среднеранний сорт для открытого грунта пленочных теплиц. Куст высотой 80-100 см. Плоды округлой формы, великолепного розового цвета, мясистые, сахаристые и весом до 600 грамм. Бесспорным достоинством сорта является его крупноплодность в сочетании с довольно ранним сроком созревания. И детерминатным типом куста. Холодостойкость и отличное качество плодов. Неприхотливость, нетребовательность к коду, урожайность 5 килограмм с куста. Вот про этот сорт хочу сказать, что он немного напоминает своим видом, вот как демидов. У него, он тоже толстоногий, не вытягивается в рассаде. Такие крупные, мясистые, такие вот, такие как они, корявые, мятые листья. Не кучерявится, никогда не сворачивается трубочкой. Вот тут написано весом до 600 грамм. Я скажу честно, у меня 600 грамм ни разу не было. Такие вот 200, 300, 350 грамм вырастают. Но у меня я не общипываю лишние завязи. Если, например, в одной кисти, там их 6 или 7, я их оставляю все. Они у меня растут, сколько вырастет, столько вырастет. Если хотите, захотите получить более крупный плод, вот такой, я всегда говорила, то нужно нормировать нагрузку урожаем на куст. И в каждой кисти, если хотите, 600, 500 граммовые, нужно не больше 3 оставлять. 2, 3, от силы 4. Ясно, что 6 или 7 плодов по 600 грамм в одной кисточке не будут. Вообще, госпожа удача, это очень выносливый сорт. Он и длительные, и холодные периоды. Но это вот такое, как действительно здесь написано, что такое сочетание очень удачное. И ранний срок созревания, и детерминатность куста, то, что он невысокий, он не вытягивается. Даже в теплице он больше метра вырастает. И крупный плод, все в нем хорошо сошлось. Госпожа удача, очень хороший сорт. 67-й космонавт волков. Очень сладкий, крупноплодный, среднеранний сорт. Период от сходов до начала созревания 115-125. Растение мощное, высотой 150-180 см. Ну а это опять то же самое, которое дорастает до потолка теплицы. Требует подвязки на опору шпалеру, посынкования, плоды округлой формы, плоские мясистые, красные с розовым оттенком, крупные массы 200-400 грамм, высокие вкусовые качества, повышенная устойчивость к болезням. Урожайность достигает 15 кг с квадратного метра. Благодаря непревзойденному вкусу, этот сорт один из лучших для приготовления салатов. Хочу выделить космонавта волков, действительно. Вот я в прошлом году делала видео обзоры, можете посмотреть, как он выглядит. Он выглядит так же, как на пачке, прям вот повторяет один в один картинку. Но хочу почему его выделить, потому что у него действительно, вот тут написано непревзойденный вкус. Он какой-то немного отличается по вкусу от других томатов. Я не поняла, что в нем не так, но вот он очень вкусный. Вот какой-то наиболее вкусный, чем его соседи, выращиваемые в одинаковых условиях. У него обыкновенные такие крупные, ну как не очень, не гиганты, но 200-400 грамм крупные красные плоды. Да, он мясистый, он сахаристый, но у него вкус действительно, вот слово непревзойденный идеально подходит. Попробуйте хоть раз в жизни посадить космонавт волков. В прошлом году у меня он был на улице, вызрел прекрасно, так что он не только для теплиц. Нынче вот он у меня в теплице, а в прошлом году был на улице. Он там и там вызревает, и там и там одинаково вкусный, непревзойденный вкус. 68 алый мустанг, новинка. Новый сорт сибирской селекции, отличающийся удлиненными плодами. Растение эндотерминатной высотой 1,5-1,8, но опять двухметровое, которое до потолка теплицы дорастает. Предназначено для выращивания в 1-2 стебля, сорт можно выращивать в теплицах, в открытом грунте. Плоды красно-малиновые, мясистые, очень вкусные, великолепные салаты. Масса плодов от 150 до 200, урожайность сорта высокая, при благоприятных условиях 5 кг с куста. Я про себя скажу сразу, вот он на картинке, он такой длинный-длинный, этот алый мустанг, очень удлиненный плод. У меня почему-то такие удлиненные не получаются. Да, он тоже вот такими сосисочками, с острым носиком, алый, красивый, но такого длинного, как на пачке, как в описании производителя, у меня не получается. Не знаю, может быть у нас климат для него не подходит. Но вообще красивый такой, декоративный, алый, можно и солить, можно и употреблять в пищу. Но такого красивого, сильно длинного я ни разу не вырастила. Номер 69, русский богатырь для теплиц. Вот этот сорт я сегодня уже, нынче уже делала видеообзор в теплице, он тоже поспел у меня одним из первых, был вот такой крупненький. Написано, производитель пишет, среднеранний сорт для парников, плёночных теплиц, теплиц открытого грунта в южных регионах, растение мощное. Если вот так написано, обращу внимание, парников плёночных теплиц и открытого грунта в южных регионах, это значит, что это больше всё-таки тепличное растение. У меня вот он растёт часть в теплице, часть на улице. Я нынче посмотрю, на улицу посадила первый раз, посмотрю, как он будет себя вести, но в теплице он ведёт себя идеально. Плоды хорошие, крупные, завязи много, опыляется хорошо. У него единственный недостаток, у него очень много цветов. Я показывала нынче видео про него, в одной кисти 26, 27, 25 цветов, все опыляются, все завязываются. Это проблема. Если за ним не уследить и не отщипнуть, вот в прошлом году я не общипывала, и у меня получился не русский богатырь, а русский богатырёк. Много-много-много вот таких по 150, по 100 грамм, но вы представьте, в кисти 25 штук. Это только через только даже не бывает. Надо обязательно следить за цветами. Кисти очень обильные, он как декоративный, он весь в цветах будет у вас. Растение мощное, детерминатной высотой 1,8-2 метра, требует подвязки, посынкования. Плоды красные, мясистые, крупные, отличного вкуса, масса плода 350-500 грамм, могут достигать до 800. Вот у меня нынче Михаил спросил, когда я его держу на руке, он говорит, у вас что-то не богатырь какой-то небольшой. Вот здесь указано 350 грамм, вот 350 грамм это как раз в пол ладошки томат. Они могут достигать 800, но для того, чтобы достигали 800, я ещё раз говорю, нужно специально, принудительно укрупнять плоды. То есть отщипывать лишние завязи, убирать даже лишние кисти иногда. Я этого не делаю, поэтому у меня богатыри по 350 грамм, а не по 800. Я не гонюсь за крупными плодами, потому что я не вижу смысла, какая разница, один крупный или два средних. И это лишнее время ходить считать цветы, мне некогда, поэтому у меня богатыри среднего размера. Ценность серта, крупноплодность, транспортабельность, товарность, идеальность для рыночных продаж, назначение салатное. Ну вот пишется назначение салатное, я ещё раз напомню, но можно и консервировать дольками, и делать томатопродукты. Если производитель пишет назначение салатное, это значит просто, что он мясистый и вкусный, но на всё остальное, естественно, он тоже подходит. Сейчас последнее очарование опишу, у меня вот даже просила женщина одна именно про очарование рассказать. Этот сорт не очень распространён, и многие о нём даже ни разу не слышали, но он прекрасный, очень хороший. Но только вот жёлто-оранжевый, некоторые не любят такие расцветки, потому что их нельзя влечь, ложить вроде как нельзя томатопродукты с них делать, но они очень вкусные, повышенный сахар у них. Сорт ранний, предназначен для выращения в открытом грунте и плёночных теплицах. Растение красивое, среднеотблесленное, высотой 180 см, посынковать в один стебель обязательно. Завязываемость плодов высокая, кисти длинные, все на одну сторону, между узелем короткие, в кисти 8-10 одинаковых плодов. Плоды массой до 150 г, округлые, насыщенно-оранжевые снаружи и внутри, сочные, но прочные, сладкие, ароматные. Содержит бета-каротин в 5-7 раз больше, чем у красноплодных. При соблюдении агротехники урожайность с куста 4 кг, схема посадки 40 на 60, устойчив к болезням некоторым. Он предназначен для употребления в свежем виде, переработки на томатопродукты, для детского диетического питания, приготовления соков сладкой томат-пасты. Пригоден для засолки и консервирования. Созревание растянутое. Он у меня на улице растет. Я вам потом покажу очень красивый сорт, прекрасный, для засолки, для употребления в свежем виде. Хоть куда. Все, до свидания. На этом, на 70 номере мы заканчиваем. Время уже много, следующий будет дальше. В следующем.